МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальные сети как инструмент взаимоотношений населения и органов власти. Не являясь де юру средствами массовой информации, де факт они часто становятся площадкой для предложений и обращений людей по тем или иным проблемам. И сегодня мы поговорим об этом. Здравствуйте! В эфире программа Между строк. Я Анжелика Григорьева. Кремль реагирует на жалобы в соцсетях. По данным РБК, именно он инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Новая система мониторинга Инцидент Менеджмент позволяет выделять информационные поводы в пяти социальных сетях и реакцию сообществ на действия властей. До конца года она будет распространена по всей стране. Инцидент просматривает ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники. Мониторинг осуществляется по ключевым словам. Сообщения сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщения в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках инцидента. По всем отработанным и неотработанным инцидентам ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента, говорит источник РБК. Отрабатывать каждый инцидент местной власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе. В Чувашии система запущена 12 ноября 2018 года. С этого дня по 30 сентября текущего инцидент менеджмент отработал 6810 сообщений жителей Чувашии. К примеру, только за сентябрь этого года органы власти региона отреагировали на 1067 комментариев и постов в социальных сетях. Один из актуальных вопросов, который возник в начале учебного года – плохое транспортное сообщение по столичному маршруту – Новый город Чебоксары. Жители жаловались в Инстаграме, что в часы пик ученики не могут добраться до школ. Два профильных министерства образования и транспорта совместными усилиями решили эту проблему. В Новом городе в этом учебном году прибавилось учеников начальных классов. Большинство из них учатся в 33-й школе. Добираться ребятам не слишком удобно. При поддержке руководства республики проблему решили быстро. С 4 октября на маршрут Новый город 33-й школы вышел автобус большой вместимости «Волга-Бас», рассчитанный на 42 человека. Первоклассников мы довозим уже с начала нового учебного года до школ. Сейчас появилась возможность подвозить большее число детей младшего возраста до школы. Новый автобус будет перевозить учащихся 33-й школы и заодно заезжать в 23-ю школу. За утро автобус совершит три рейса. На всей протяженности маршрута с детьми находится сопровождающий. Мы очень рады. Автобус приезжает прямо сзади дома. Очень удобно. Много дороги переходить не нужно. То, что у нас появился автобус такой большой, удобный для детей, это очень для нас удобно. Мы очень рады. Мы все успеваем. Необходимость перевозки вскоре отпадет сама собой. В 2020 году планируется открытие школы в микрорайоне Новый город. Это будет самая большая школа в городе, рассчитанная на 1600 учеников. Транспортную поддержку получит и микрорайон Садовый. С 10 октября два автобуса марки «Пас» будут перевозить первоклашек до школ номер 12 и 64. Если рассмотреть мониторинг по темам, то среди сообщений за сентябрь этого года лидировали жалобы на плохую работу жилищно-коммунального хозяйства. Что вполне объяснимо. Осень на дворе. Люди высказывали свои претензии по поводу отсутствия освещения в темное время года, наличия горячей воды, отопления. Очень активны были жители микрорайона Байконур, которые стали заложниками плохой работы управляющей компании. Впрочем, их можно понять много лет они добиваются справедливости и комфорта. Проблемы дома 15 по улице Академика Королева копятся, как снежный ком. С 2011 года шли судебные тяжбы по поводу несанкционированного строительства между застройщиком и администрацией. И даже когда дом по решению суда все-таки ввели в эксплуатацию, злоключения собственников не закончились. Под срывом оказалось начало отопительного сезона 2019. По словам жителей, деньги за коммуналку они платили. А до ресурсоснабжающей организации средства не доходили. Видимо, осев в управляющей компании Байконур-сервис. Самая основная проблема по данной организации на сегодняшний день – это наличие задолженности перед ресурсниками. То есть наличие задолженности за природный газ и за электрическую энергию. Но прокуратура района держит на контроле. Данная работа у нас продолжается. Отопление людям, хоть и с опозданием, но все же дали. Сейчас в суде лежит иск от ресурсоснабжающей компании «Наука», которая задолжала более полутора миллионов рублей. Остро стоит и вопрос благоустройства. В районе нет ливневки. Есть проблемы с освещением и парковками. Насчет детской площадки – отдельная история. Получается, что в среднем с однокомнатной квартиры люди заплатили по 15 тысяч рублей. Отказались лишь некоторые, большинство вложились. Это было три года назад, а детской площадки в их дворе так и не появилось. Чебоксарские депутаты взяли под контроль решение проблемы. Выездное совещание они провели с жителями во дворе их дома. Комиссия начала работать. Работает она на основе тех документов, которые вы в эту комиссию поставили, дали. На основе этих документов будут формироваться все заявления, которые будут нужны, обращения в МВД и прокуратуру. Теперь уже ваши обращения будут идти не лично от вас, не от группы людей, а будут идти от городского собрания депутатов. Подписаны будут их и председателем городского собрания депутатов, главой города. Городские парламентарии рассчитывают получить ответы от правоохранительных органов в течение месяца. После чего намерены созвать общее собрание со всеми сторонами конфликта. Чуть меньше месяца мы соберемся, пригласим вас снова. Нам же нужно вернуть или деньги, да, какие-то вы собирали. Это первое. Второе. Тот комплект архитектурных, детских архитектурных форм, которые были закуплены, где они сейчас находятся. Он обещал, что на Скадеме лежит. Вот. И он должен их или установить, или компенсировать. Жильцы же к этому времени решением собственников могут сменить управляющую компанию, чтобы жить, а не выживать в своем районе. Раз уж речь зашла о новых технологиях обратной связи, то вполне уместно напомнить, что прокуратура республики тоже держит связь с населением с помощью онлайн-сервисов. Система видеоконференц-связи установлена во всех городских, районных и межрайонных прокуратурах. Попасть на прием к прокурору республики или другим сотрудникам аппарата можно по предварительной записи. Дата и время приема указано в ежемесячном графике на сайте ведомства. По нашему мнению, это нововведение, во-первых, более удобно для граждан, особенно проживающих в отдаленных, сельских районах республики. Что не надо будет платить деньги за проезд, тратить денежные средства и, разумеется, свое драгоценное время на поездку. А во-вторых, следует сделать прокуратуру еще более ближе, доступнее населению. Чувашия – один из первых регионов, где запустили подобный формат диалога с людьми. Меня зовут Наталья, я жительница села Батрево. Прежде чем начать свое обращение, хотела бы, конечно, высказать вам свое спасибо, свою благодарность за то, что есть такая возможность принять вот у меня в режиме ВКС. Очень удобно, нет необходимости ехать в Чебоксары, потрачивать денежные средства, время. Спасибо вам за это. Прием граждан по системе видеоконференц-связи есть теперь в республиках Крым и Татарстан. В ближайшее время подключатся и другие регионы России. Кроме этого, так можно проводить дистанционное обучение, обмениваться опытом и консультироваться с коллегами по всей стране. И в продолжении темы. Из социальных сетей прокуроры узнали о нарушении правил благоустройства в Янтиковском и Урмарском районах. Жители сельских поселений жаловались на отсутствие света и площадок для мусора. Этот красноречивый контейнер на выезде из Янтикова. Металлический бак и мешки – вымирающий вид. Здесь они, очевидно, на чьей-то личной территории. Общественные места сбора мусора приводят в нормативный вид. Так, в Турмышах все площадки для сбора твердых коммунальных отходов обновили буквально за месяц. Мы этого очень давно ждали, конечно, давно ждали. Сейчас мы видим только чистота вокруг площадки. Но это, наверное, зависит и вовремя увозит у нас мусор. Так здесь было не всегда. Жители ждали, платили, а когда терпение лопнуло, обратились в прокуратуру. На еженедельном личном приеме прокурора по видеосвязи турмышевцы жаловались на отсутствие нормативных площадок для мусора. Прокуратура проверила и вынесла представление об устранении нарушений. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о понуждении администрации сельского поселения установить правильные контейнерные площадки для вылаза твердых бытовых отходов. И в настоящий момент суд встал на нашу сторону, и администрация также согласилась с этим. И по требованию прокуратуры в настоящее время эти контейнерные площадки установлены, и они соответствуют необходимым требованиям. Какие закупать евроконтейнеры и как оборудовать площадку, руководство сельского поселения решает само. Главное, чтобы баки были закрывающимися, стояли на твердой площадке с ограждением, а общая стоимость с установкой не превышала 29 тысяч рублей. На данное время у нас площадки хватает для нас, на нашей территории. Если население будет недовольно тем, что именно площадка находится на этом месте, они у нас мобильные, мы можем поднять манипулятором и переставить ее в другое место. В соседнем районе Урмарском нарушение правил благоустройства зафиксировали в деревне Арабоси. Жители негодовали, что более 10 лет часть улицы Николаева оставалась без света. При том, что опоры для уличных фонарей стояли еще с советских времен. Своими карманами и фонарами ходили, потому что не было света. У меня электричка в Урмархе, я выхожу 4 часа утра, для меня это очень нужен свет. Ну было раньше, когда колхозы, советские времена был, свет у нас всегда горел, но потом же другие времена настали. Ну вот сейчас опять вернулись к свету, все хорошо. Я лично довольна. Сейчас носить фонарик надобности нет. Уличное освещение включается в 5 вечера. На протяжении всей улицы Николаева, а на почти километр, светло. По предписанию прокуратуры, руководство деревни должно было установить лишь 3 фонаря с одного конца. Но дополнительно сеть протянули и на оставшуюся часть улицы. Не зря средства массовой информации уже давно завели свои страницы в социальных сетях. И порой важные сообщения там появляются раньше, чем в отпечатанной газете. Так что читайте между строками и делайте свои выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова